Говорим мы сегодня с Мишей о том, что так часто нас сопровождают в жизни, если вы родились в советское время, с такой вот оговорочкой. Неуверенность в себе, господа. Вот о чем мы сегодня говорим. Эта тема назревала у нас несколько эфиров, и сегодня мы в нее погрузимся поглубже. Миш, ну вот если не вдаваться сразу в лечение, как в любом заболевании, есть причины возникновения, этиология, развитие, патогенез, фармакология всякая, ну и другие способы лечения. Вот если к этиологии, откуда взялась неуверенность в себе у человека, в принципе? Ну если не говорить, конечно, что она родом из детства. Нет, ты что, где-то у многих после 70 только начинается, а так-то они до этого были уверены. Нет, Катя, родом из детства. Вот опять туда же. Но есть, Катенька, вторая причина, где родители, в общем-то, ничего плохого не делают, иголки под ногти детям не загоняют, но в силу своих комплексов, в силу своей неуверенности, они транслируют детям, ну как бы сказать, свое я, свою личность, свою психологию. Из серии «С кем поведешься?» Ну конечно, да, как говорится, с молоком матери впитывают. Представь себе такую семью, где, ну неважно, там, или оба, или мама, или папа, такие все неуверенные. Ой-ой, сынок, потише, потише, неудобно же, мы же не одни здесь. Ой, я тебя прошу, стой, пожалуйста, ровно, а то ты сейчас другим всем мешать бы. Слушай, подойди-ка мне, поближе люди ходят, ты сейчас, ты сейчас, они тебя толкнут, или ты сейчас, ты кому-то мешаешь, и так далее. А, слушай, ну ты не один, да, ты же вот в классе же не один, зачем ты так себя ведешь? Веди себя потише, кроме тебя еще дети есть. То есть они внушают ему, чтобы его было не слышно и не видно, как говорится, ниже травы и тише воды. Это неуверенность, конечно. И дети, без того, что к ним плохо относились, с ним прекрасно относились, их поддерживали, но в силу своей природы родительской неуверенной, дети выросли тоже неуверенными людьми. Это вот первый ответ на твой вопрос. Бывают еще разные психотравмы, когда с ребенком проблемы. Сегодня ко мне привела мама подростка, сына, который учится за границей с 11 лет, а сейчас ему 16. И у нее проблемы именно из-за неуверенности, он там ревнивый достаточно. И мы стали разговаривать, и он сказал, меня, ну, не одного, там, с братьями младшими отправили учиться в интернат за границей, когда мне было 11 лет. Я говорю... Воспринял, как бросили? Вот слушай, конечно. Я говорю, а ты переживал? Говорит, да. Я говорю, как переживал? Я плакал, просился обратно, но мне достаточно жестко сказали, что там хорошее образование, поэтому я буду терпеть. Говорит, ну, а сейчас как? Говорит, ну, сейчас мне два года осталось еще учиться. Ну, нормально, я уже привык. Но я хочу сказать, что вот абсолютно как бы нормальная семья и ребенок нормальный. Ну, вот из-за того, что он очень в себе неуверенный, очень неуверенный. Хотя такой здоровый, красавец, значит. И, к сожалению, за вот эту ситуацию, когда в 11 лет он решил, что его кинули, он теперь считает, что его все кинули. У него с девочками проблемы, он не доверяет им, считает, что они его не любят, ну и так далее. Ревнивый и неуверенный человек. Одно из сообщений, которое пишет нам на сайт Дмитрий. Здравствуйте. Может ли неуверенность в себе быть вызвана зависимостью? Можно ли самому справиться с зависимостью без помощи психолога? Обратиться к нему не могу, так как стыдно рассказывать. Тянет к очень полной женщине на 20 лет старше меня. Что делать? Вот это неуверенность, когда мужчину молодого тянет на пожилую. Кто? Ты старушки? Да. Это моя мечта, о чем ты говоришь? Ты знаешь... Ты не уверен в себе. Да я вообще не уверен в себе. Ты знаешь, я тебе вот что скажу. Человек уже не уверен в себе, а уже комплексы. И он даже не может пойти к психологу, потому что ему стыдно. А какой вопрос? Ну как вот, может быть, неуверенность вызвана зависимостью, и вот у него такая зависимость. Как от нее избавиться без помощи психолога? Ну вообще, не то, что неуверенность вызвана зависимостью, скорее, что зависимость будет вызвана неуверенностью. Но, скажем так, неуверенность и зависимость – это родственные проблемы. В чем их родственность? Давай разберемся, что такое зависимость. Давай разберемся про зависимость после паузки. А сейчас примем звоночек у нас, Андрей, на линии. Ну как, Андрей, это не принес. Андрей, здравствуйте. Да, добрый день, будьте добры. У меня такой вопрос на личном примере. То есть у меня разорилась компания, которой я владел там почти 10 лет. Вот, и у меня как-то сильно очень изменилось действительно модель поведения. Там, образно говоря, раньше я водил спортивную, не спортивную, турбированную машину, там, не часть, так сказать, из ряда в ряду, да. Сейчас, так сказать, я редко превышаю скорость. И вообще как-то, ну, чувствую себя, во-первых, некомфортно. И, во-вторых, я совершенно понимаю, что я просто очень сильно изменился. То есть у меня даже люди, во-первых, я похудел на 13 килограмм. И люди, которые меня не видели несколько лет, они просто иногда не узнают. Вот, и я пытаюсь понять, надо ли это вообще бояться, или это как-то нормально. Бояться похудения? Нет, нет, не похудение, вообще изменилось все. То есть, грубо говоря, модель поведения. То есть я был раньше совсем другой человек. Я там мог легко, там, достаточно пойти на конфликт, там, ответить жестко, там, я быстро ездил на автомобиле, там, грубо говоря, там, и так далее, и так далее. Сейчас вот я езжу, там, со скоростью 60 км в час. Вы это как-то связываете с разорением вашего бизнеса, да? Ну да, я все потерял, да. То есть я потерял все вообще, что там, как говорится, нажито не получится. Андрей, но вы понимаете, что вы потеряли всего-навсего некую сумму денег и больше ничего? Ну как, я 18 лет этим занимался, то есть последние почти 10 лет. Дорогой Андрей, что я вам хочу сказать. Почему вам кажется, что у вас все рухнуло? Причины могут быть две. Первая причина, вы все поставили на бизнес, вы сказали, что 18 летом занимаетесь. И так, у вас такой перекос психологический произошел. Вы стали считать, вы как бы стали зависимым от своего бизнеса уже. То есть есть бизнес, я на коне, катаюсь на спортивной машине, всех обгоняю, резко отвечаю, борзею. Нет бизнеса, все. Я еду строго в правом ряду, тихо, 60 км в час, никого не трогаю, похудел на 13 кг и так далее. Бизнес – это бизнес. Потеря бизнеса – это потеря денег. Больше за ним ничего не стоит. Более того, это возможность выйти совершенно в другое качество. Это первое. Второе. А перфекционизм. Перфекционизм – это тоже, кстати, про не очень уверенных людей. Это история о том, что вы вообще не умеете проигрывать. Вы хорошо учились в школе, у вас сначала все пошло хорошо, и вдруг в какой-то момент все не пошло. И вы оказались к этому не готовы. И будучи не готовым, вы сразу растерялись, и вот теперь, когда нету ничего, вы, собственно, ничего и не делаете, и не знаете, что делать, потому что у вас растерялость. На самом деле, я вам приведу совсем такой простенький пример. Я вчера пошел вечерком перекусить. И смотрю, очень дорогой ресторан, ну прямо очень дорогой. Вдруг сменил вывеску, и вместо такого дорогого итальянского с козлятиной и поросенком по 3000 рублей, я вижу китайский ресторан, где все стоит по 200-300 рублей. Я знаю хозяина и того, и этого ресторана, это один и тот же человек, который понял, что вот у него тот ресторан прогорел, потому что он дорогой, а у нас, подчеркиваю, кризис, он быстро сориентировался, не стал распускать сопли и сделал дешевый ресторан китайский. Народ сразу потянулся. Иду дальше по улице гуляю. Ну, это в центре, это в районе Бронных, Никитских и так далее, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Там были, ну, район богатый, дорогой, понятно, что там дорогие рестораны, дорогие кафе. Ничего нету, все переориентировались. То есть я вчера ел то, что-то по 150 рублей, подведем самые какие-то по 200 рублей, какие-то битые огурцы китайские, какие-то суши, где сразу дают две штуки в порции, Катя. И это не Экитория. Это люди, они поняли, что у них не получается бизнес, как раньше, потому что деньги закончились. Трубу, видимо, нефтяную, кто-то прикрутил очень сильно. И надо что-то делать. Как бы хочется продолжать дальше деньги зарабатывать, а как? Интерьеры, Кать, ты не поверишь. Там, где было все золото, вот этот китайский, который поменяли с итальянского на... Просто повесили, знаешь, что в Икее продается бумажные шары такие. Ну и иероглифы на них нарисовали. Я думаю, весь интерьер всего ресторана обошелся, может быть, долларов в 500 максимум. То есть вообще ничего не поменяли. Захожу в другой, самые дешевые деревянные столы, пластмассовые стулья, и даже нет салфеток. То есть тебе одну дают салфетку, и ешь не как хочешь. Битком народу, ты знаешь? Потому что то, что вот, ну, дешево... То, что доступно сейчас, да. То есть вот как ведут себя люди, которые привыкли проигрывать, умеют проигрывать, умеют подниматься? Как ведут себя люди, которые не думают, что у них жизнь закончилась на том, что у них рухнул бизнес? Они очень быстро соображают, и они начинают что-то другое делать. Я тебе больше того скажу. Я уже давно работаю, почти 30 лет, значит, до 2008 года, и даже, наверное, 98-го, это два очень крупных кризиса, если ты помнишь, да, были люди, которые ко мне приходили как к психологу на консультацию, у меня дорогие консультации. Это рекламщики, это финансисты, банковские работники. То есть контингент во время кризиса меняется? Их вообще нету, Катя. Я их не видел с 2008 года. У меня не было ни одного рекламщика. А теперь пришли? Нет. Теперь их тем более уже не будет. Я тебе рассказываю, что вот была такая профессия рекламщик, понимаешь? Нету ее, нет денег на рекламу. А, профессия пропала. Ну, никто не дает денег на рекламу. Ни одна крупная компания не собирается платить. Там огромные бюджеты были, миллионные были бюджеты. Финансисты, банковские работники. Ну, мы отвлеклись. Нет, мы говорим про Андрея. Про Андрея. Что уверены... А, отвлеклись от тем уверенности, да. Конечно. Я хочу сказать, Андрей, дорогой, будьте в себе уверенным человеком. Вместо того, чтобы говорить все пропало, хватает, так сказать, мешки, вокзал отходит, возьмите себя в руки, скажите, окей, вот так получилось с моим бизнесом. И подумайте, с чем вы можете еще заняться. Вы уже доказали, что вы имеете зарабатывать деньги. Значит, надо понять, что вы хотите и что вы можете делать еще, и вы опять их заработаете. А еще можно каждый день записывать свои маленькие успехи и достоинства. Прекрасные. И любоваться этим. Да. Просто до умопомрачения. Это, кстати, очень помогает поднимать свою самооценку. Артем у нас есть, который хочет стать уверенным в себе. Давай послушаем. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот тоже такая проблема, назовем ее так. Вот вы подняли тему, то, что если вы не будешь учиться хорошо, дворником будешь работать. Во дворник, Артем? А, нет. Я, к счастью, к своему не дворник. И руки, и голова все работают в едином целом. Ты слышал, Артем оговорился. Он хотел сказать, что нет, к счастью. Я тоже очень любил эту работу, когда был студентом. Да, Артем? Ну вот. И у меня такая, как сказать, конфронтация с матерью идет. Я не знаю, как... А сколько вам лет, что у вас конфронтация с матерью? 24. Вы с ней вместе живете? Пора заканчивать. Ну, я понимаю, что пора заканчивать. Нет, вы живете с мамой, Артем? Почему? Ну, потому что нет никакой возможности, допустим, там, уехать, снять квартиру. Почему нет такой возможности? Вы студент? Нет, я работаю, но собираюсь пойти учиться на высшее образование. Подожди, а сколько вы сейчас зарабатываете? 40. Ну, комнату можно снять для того, чтобы прожить. Ну, можно, нет, там жить не на что будет. А почему вы так мало зарабатываете? Вы не любите работать? Не, я люблю работать. А чем вы занимаетесь, Артем? Ну, я работаю в лаборатории, то есть, ну, развожу корреспонденцию, то есть водителем офиса. Ну, понятно. Ну, слушайте. Ну, хотя по образованию я слесарь-автомеханик и электрик. Я думаю, слесарь вы заработали бы так раза в три побольше, правда? На сервисах. Да, но, к сожалению, сейчас люди трудовых специальностей, они не копируются и нас никому не... Подождите, а кто же машины людям чинит? У нас миллионный парк автомобилей. А сколько гаражей, кроме авторизованных сервисов? Я не очень понимаю. Ну, хорошо, а все ваши вопросы, Артем? Ну, у меня вот с матерью конфронтация... Значит, с матерью, могу вам сразу сказать, с матерью надо разъезжаться. Я даже не буду тратить время на советы, потому что человек 24 года, если живет с родителями, то за счет того, что ему 24, и он живет с родителями, это уже повод для конфликта. Поэтому давать советы только один. Не надо жить в таком возрасте с родителями. Зарабатывайте больше и разъезжайтесь. Теперь по поводу высшего образования. Значит, идите на заочные, идите на вечерние, идите в дистанционное образование, такое тоже существует. 24 года человек уже должен работать. Хотя я честно тебе скажу, Кать, родителей, как это сказать, вежливее, брал у них деньги до 28 лет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но потом все какой-то... Потом все вернул. Повзрослел, да, я потом повзрослел. Это произошло... Я просто хочу, чтобы моих ошибок тоже наши слушатели не повторяли. Потому что чем раньше человек встает на ноги, тем ему... У него как бы больше времени для карьеры, для зарабатывания, для взросления. А у меня уже семья, ребенок уже, да? А я пап дай денег, мам дай. Это что такое вообще? Ну, там крается другая опасность, об этом в другой передаче. Я к детскости хочу тебя обратить. Есть у нас одна слушательница, которая написала нам на сайт столица.фм. Пишет она свое имя. Вероника. И вот почему я обратила на это внимание. «Как же избавиться от детскости в поведении? Это же от неуверенности в себе?» Спрашивает Вероника. «Недоверчивость, стеснение, нежелание говорить лишнего, да б сохранить гармонию, и мир, и любовь, наивность. И, конечно, доверчивость и обидчивость. Неприятно то, что неприятно, хоть сам себя оценивай, хоть наполовину. Как дуги-то рефлекторные ломать большой давности и силы где взять? Они, как борозды в пшеничном поле уже проедены нейронами мозга, да лысины. Как раскрыть в себе женщину или созреть, повзрослеть, что ли, и быстро. Вот Веронике нужен рецепт быстро. Вероника, ну, чтобы повзрослеть, надо по смыслу. Вы правильно пишете, потому что как бы Вера и Ника. Ну да. Но по русскому языку правильно. Все-таки лучше Вероника писать через О, это уже будет первый шаг на пути взросления. Я думаю, что это та самая детскость, о которой Вероника говорит. Дорогая Вероника, вы должны каждый день стараться делать то, что хотите, не делать то, что не хотите, и сразу говорить то, что не нравится, всегда и со всеми, и тогда будет очень быстрый эффект, чтобы избавиться от детскости. Это, кстати, тоже вопрос неуверенности. Еще мы говорим инфантильный, потому что человек неуверенный. Идет все как ребенок. Первое, что нужно делать Веронике и всем, кто считает себя инфантильным, стараться брать на себя ответственность, стараться не уходить от решения проблем, стараться не обращаться к другим людям за советом без необходимости, и стараться рассчитывать в жизни на себя. Я закончил. Дальше. Давай почитаем. Есть у нас Сергей, который пишет. Ах, вот Сергея мы отложим попозже. А зададим вопрос, точнее, выслушаем вопрос от Ирины. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень люблю вашу передачу. Спасибо. Специально слушаю. Спасибо большое. Мне 61 год, я в полном порядке. Но вот у меня такой вопрос. Я только что, уважаемый Михаил, которого я очень люблю слушать, он мне намного и открыл глаза. Вопрос только что было сказано. Делайте то, что вы хотите, то, что вы любите. Вот у меня брат, 51 год. Ни жены, ни семьи, ни работы. Он не пьет, не курит. Он ходит по помойкам, спит, и вот целыми днями бродяжничает, а я его взяла к себе жить, потому что, ну, квартира превратилась просто в вертеп его. В результате я ему стала второй мамой. Он тихий, нежный, деликатный, никому не вредит. Он делает то, что он хочет. Он с утра, в 7 утра уходит, ходит по помойкам, в 11 приходит, я там стираю, убираю, готовлю. Вы что-то дельное переносит? А? Дельное что-то переносит. Какое дельное? О чем вы говорите? Что, я умоляла его, что он не приносит мне в помойке продукты? Дом полная чаша. А что он на помойке-то ищет? Продукты он кушает с помойки. А, так. При том, что дома полная чаша. А в чем вопрос? Интеллигентный человек, чиновник довольно большого уровня, все, культурный. Он смотрит только, как говорится, телеканал Культура. В чем? Вопрос такой. Что значит, вот у меня вопрос. Мне всю жизнь говорили, и меня воспитали, я благодарна. Разве хочешь? Надо. Мало того, что хочешь, надо еще как-то преодолевать себя. Ира, вопрос в чем? Вопрос в том, как вот дели, вот меня потрясла ваша фраза, делайте то, что вы хотите. Вот он делает, и ходит по помойкам, а мне это что делать? Хороший вопрос. Я вам раз отвечаю. Ваш брат психически больной человек. Давайте начнем с простых вещей. Идти психиатру даже. Нет, стоп, как можно говорить про человека, который питается на помойке, не работает, то есть не может себя ни реализовать, ни прокормить. Ну, в 61 год тут уже очевидно пенсионер. Ему 50, 51 год. 51 Ирине, 61... Ты не поняла, наоборот. Наоборот? От шизофрении до деменции в его раннем возрасте. Я не знаю, я не врач, не психиатр. Поэтому смешно говорить, но такого брата он живет как хочет. Но у нас в Кащенко, приходите, там все живут как хотят. За высоким забором, правда. Нет, Ирина, вы не понимаете, что брат просто нездоровый человек. И я думаю, что его поведению есть медицинское объяснение. Может быть, надо вам прийти в ПНД по месту жительства и пообщаться с участковым врачом, сказать вот такая ситуация с братом, что вы посоветуете. Это первое. Второе. Когда человек считает себя хорошим человеком, то он живет как он хочет, это никому не приносит никаких проблем. Потому что он же хороший и он хочет то, что хотят и остальные. Но когда человек считает себя плохим, то он не может хотеть жить как то, что делать то, что он хочет, потому что он хочет чего-то плохого. Так вот родители говорят. Теперь вы задали вопрос, что делать вам. Это ваше дело, что вам делать. Хотите, живите с братом. Хотите, отселите брата. Хотите, лечите брата. Хотите, принимайте его таким, какой он есть. Я лично вас никакой проблемы не вижу. Брат вас ни о чем не просил. Вы сами взяли его к себе жить, потому что вы хорошая сестра, решили ему помочь. Но это ваш выбор. Раз вы взяли, что же теперь спрашивать, что делать? Вы же взяли на себя ответственность за брата. Поэтому вопрос абсолютно неуместный. Если бы вы думали, брать мне или не брать, спросили, вот у меня такой брат есть, я не знаю, что делать, оставить его жить одного или взять в себе, был бы другой разговор. А вы теперь его взяли в себе, он живет у вас, и вы спрашиваете, что мне делать. Ничего не делать. Жить дальше. Нам пишет Екатерина. Здравствуйте, Миша и Катя. У меня вот такой вопрос. В разговоре с людьми часто не могу выносить взгляда собеседника. Если он особенно смотрит на меня пристально, то опускаю глаза в пол. Что делать? Как перебороть себя? Мне это очень мешает. Как ты песни? Что ж ты смотришь пристально? Низко голову наклоняю. Низко голову наклоняю. Да. Но, во-первых, это комплекс. Наверное, нашу Катю кто-то испугал в детстве. Она чего-то испугалась. И она теперь плохо переносит, когда на нее смотрят в упор. Вообще, это нормально, когда люди смотрят глаза друг к другу, разговаривая. В общем, нормально. В общем, нормально. Никто этого не боится. Конечно. Катя, поиграйте с кем-нибудь в гляделки. Кто первый моргнет или кто отвернется. Может, вам это поможет. У вас какая-то проблема, связанная, видимо, с какой-то агрессией других людей, когда вы были ребенком. Теперь это вылилось в то, что вам сложно, когда на вас смотрят. Хотя я считаю, что, например, если человек с тобой разговаривает и на тебя не смотрят, это гораздо большая проблема. Значит, что-то с головой не в порядке. Да нет, он просто что-то скрывает. Или скрывает, обманывает. Ну, наверное, да. Кто-то тебе не хочет высказать глазами, потому что по глазам можно прочитать очень много. Кстати говоря, есть такой фильм «Обмани меня». Вот там много таких сюжетов. Хочу еще одно письмо к нам зачитать. Вы могли бы дать конкретные рекомендации для развития уверенности в себе? Есть упражнения, есть ли упражнения, которые можно выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи психолога? Есть, конечно. Анна спрашивает. Да, Анна, спасибо за вопрос. Я вам, конечно же, дам очень конкретные предложения. Значит, во-первых, вы должны всегда придерживаться первого плана, который вам приходит в голову. Например, вы решили пойти в гости. Например, вы решили одеть голубое платье со с вырезом на спине. Например, вы решили купить туфли бежевого цвета с красной подошвой на каблуке 12 сантиметров. Короче, решили, теперь все это делайте. Вы не можете передумать. Вы не можете передумать идти в гости. Вы не можете передумать место голубого с вырезом сзади, одеть зеленый с вырезом впереди. И вы не можете купить другие платья. Туфли. Да, извиняюсь. туфли таким образом вы будете не просто в себе воспитывать уверенность вы будете начинать уважать свой собственный выбор и взрослеть сожалению люди неуверенные у них две проблемы первые проблемы они мечутся между выборами а это же есть неуверенность это психология называется словом амбивалентность они вроде это хотят это вот один из классических конфликтов это когда я одновременно хочу есть и похудеть и можно как-то конечно можно из этого выйти так вот заполнить водопровод так вот я хочу сказать они вы должны уважать свои решения для этого вы должны всегда стараться выполнять свои первые решения вот первое что вы решили вот это и доводите до конца да как человек неуверенный можете 10 раз передумать заставьте себя это сделать первое второе старайтесь меньше обращаться к людям с вопросами хорошо ли красиво ли идет ли как цвет не полнит ли особенно в магазинах меряйте платье мерить его до закрытия магазина на продавщиц не зовите а когда вы решили его покупать то вы его купите выкиньте чтобы не было возможности вернуть обратно чеки всякие и носите на здоровье или не носите если вы вдруг решили что она вам не нравится тогда хоть деньги потеряете это вас тоже чему-то научит старайтесь брать на себя ответственность не старайтесь уходить от нее не старайтесь перекладывать на других проблемы принятия решений вот такие практические советы для повышения своей уверенности а я еще вспомню такой практический совет многим людям неуверенно себе не хватает смелости общаться с незнакомыми людьми здесь тоже можно потренироваться в этой части и знакомиться на улице там спросить как пройти или попросить разменять купюру или еще каким-нибудь способом обратиться там в магазине я наш извините перебью я сейчас тебя слушаю мне товарищ есть юра юра такой интересный парень он небольшой ему уже лет пятьдесят пять пятьдесят шесть по моему но в прошлом он был вышибал и в баре и боксер но он такого где-то роста метр там 70 с трудом набирает худой достаточно есть на грамм сесть не похожим на боксеров но он полный псих он обожает драться и вот однажды отдыхали нашими общими друзьями в крыму но все видимо выпили вопрос я просто спал про незнакомых людей не бойтесь с незнакомыми людьми общаться и прибежал его другой это юра меня тут обижают пойдем разберемся юра думает начать кому-то морду набью с удовольствием это открывая дверь а там сидят 25 спортсменов мастеров спорта по тяжелой атлетики а я уже приготовился первым в голову с ноги ударить вот не всегда бывает так когда люди незнакомые тебя ждут с хлебом и солью хочется мне тебе на это ответить не уретрируй потому что в данном случае речь не идет о таких неожиданностях сергей нам пишет здравствуйте михаил мне 42 года никогда женат не был но и никогда не был против брака да с детства говорил что не хочу жить как мои родители видимо поэтому и не женат мои родители по моему были совершенно несовместимые люди правда прожили более 38 лет но и я не считаю их жизнь допустимой и меня всегда считали очень привлекательным человеком некоторые называли красавчиком за границей где я работал руководителем представительства часто со мной хотели сфотографироваться видимо считая что я сойду за фотомодель у меня нет проблем познакомиться с девушкой на улице но у меня проблема что у меня нет достаточно средств для содержания той девушки которая мне нравится как побороть этот комплекс вот кстати такой вариант неуверенность себя то ведь нам написал сергей сергей очень интересно пишет он на самом деле отвечает первой части своего письма на вторую проблема не в том что они нету денег на девушку который ему нравится а в чем проблема в том что у него был очень плохой предлаза гопат его родителей и не очень сложные отношения с моими отношениями с девушками видишь семью он не может построить потому что мы мешает опыт родителей но чек же не говорит у меня проблем будет а у меня денег нету вот она мне нравится я не могу если держать проблемы есть от нас что делать поэтому я один помогите мне ну так денег найти не знаю где сергей боится отношений потому что у него была проблема с родителями он не хочет так жить видимо не подсознательный страх что он повторит жизнь родителей но как и большинство людей психика у нас так устроена что она нам предлагает другую причину но она предлагает причину что нет денег нет на эту девушку на самом деле он просто избегает близких отношений объясняет отсутствием денег а может и девушке столько денег не надо сколько он там предполагаю сама ему еще да да вот же бывает по-разному но продолжим читать а вот кстати такое прекрасное нам послание от людмилы из нижнего в ногу и рда добрый день михаил плюс катя вот так она нас называет построим михаил михаил картина складывается рефлекторная дуга и соответственно жизнь меняется три восклицательных знак подсадила на ваши передачи всех друзей и родных огромное вам спасибо за работу три восклицательных знака вот так миш людям дороге нравится кстати вот еще и любила нам пишет почему в ваших правилах нет правила сразу говорить то что нравится смеши я объясню потому что там много еще можно придумать правила о том как хорошо но у людей проблемы тогда возникает когда им плохо пожалуйста на здоровье говорите когда вам хорошо это не может быть или не быть правил но речь это о том что люди когда им хорошо они не стесняются они не комплексуют они говорят мне нравится мне приятно мне классно здорово и так далее а а когда людям плохо когда им что-то не нравится когда я что-то обижает они боятся стесняются обычно боятся открыть рот и заявить о том что им это неприятно и терпит поэтому в правилах сожалению только негатив ну мы позитичка подольем себя жизни самостоятельно максон нам пишет добрый день посоветуйте пожалуйста как поступить постоянно чувствую неуверенность на работе начальница мягко говоря эмоционально нестабильная работа не нравится дума уволиться чтобы сберечь остатки нервной системы гарантии что быстро найду новую работу никаких два вопроса первый стоит ли увольняться и второй как выработать уверенность в себе на новом месте работы спасибо я не максон да я не могу ответить увольняться или нет потому что психолог не должен брать на себя ответственность за действия пациентов и тем более слушатели это решит максон сам я ему объясню принцип по которому ему надо понимать что он делает так или не так во первых он жалуется начальница не нестабильная работа ему не нравится и он хочет уберечь свои нервные клетки ну хочешь уберечь не работай тогда как у любого невротика у максона тут же возникает внутренний конфликт ну как не работай дальше что он говорит где гарантия что я быстро найду новую работу то есть человек с одной стороны как я уже сказал хочется похудеть и есть одновременно хоть кстати другую работу мы я боюсь что я не найду вот слова бою здесь ключевое он должен делать то что ему хочется согласно моим правилам не терпеть то что ему не нравится начальнице он должен говорить сразу то что ему неприятно и если он смелый не боится остаться без работы он должен уходить если он боится остаться без работы пусть он работает и решает свою проблему психологическую и терпит я против я против но решает да пусть он созреет до того как он примет решение Олег у нас на проводе. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. У меня вопрос, как поступить, если девушке нравится, но не очень сильно, просто спокойно нравится. А вы как-то говорили, что нужно отношения с тем человеком, который реально сильно нравится. Я не говорил сильно или слабо, это трудно измерить. Но она вас должна как-то цеплять. Или, может быть, у вас нет такой потребности влюбляться, например, Олег. Так же тоже бывает? Ну, вообще, я влюбился в жизнь, и у меня сам человек интересен. Но именно как женщина, но не очень сильно привлекает. Хотя, как человек, она цепляет в нее. А что вы с ней будете делать, если она вас как женщина не привлекает? Расскажите мне. Будете искать... Обнадеживать. Нет, смотрите, я что боюсь произойдет? Что вы с ней завяжете какие-то отношения. А все равно же вам хочется какой-то женщины, которая вас будет как женщина цеплять, правильно? Значит, вы будете или другую искать, или это измерять. Ничего хорошего. То есть лучше начинать от того, что именно как женщина человек цепляет? Нет, если вы с ней хотите дружить, то вам все равно женщина она или мужчина. Или вы не дружить хотите? Хотел бы отношений не только дружеских. Ну, Олег, может быть, в процессе отношений она вам все больше и больше понравится? Такое тоже ведь бывает? Да, бывает. Надо попробовать. Вы давно с ней вообще общаетесь? Нет, недавно. Месяца два. Ну, это еще не срок, конечно. Вот я съездил в Лондон, мне Лондон не понравился. Но я догадываюсь, что пусть с десятого раза он мне понравится гораздо больше. Так бывает в жизни. Поэтому попробуйте, но без всяких обязательно, что называется. А там дальше... Как получится. Как пойдет, да. А получится обязательно. Михаил нам пишет. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, Миша. Это тебе. Вопрос такой. Говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Возможно ли падение самооценки из-за того, что вторая половинка пребывает длительное время в депрессии? И как этому противостоять? Спасибо. Я не думаю, что самооценка может быть связана с заболеванием другой половинки. Депрессия – это заболевание. А противостоять... Но Михаил имеет в виду, что вот он живет с человеком, а человек нудит все время. Нудит и нудит и нудит. Смотри, какое дело. Ну, раздражает. Да, я понимаю, о чем речь идет. Человек имеет возможность лечиться. У нас огромные возможности, дикое количество врачей и психиатров. И депрессия очень хорошо лечится уже на протяжении 40 лет под дикаментозом. Поэтому вы можете предложить вашей подруге или жене, чтобы она лечилась. Вот если она откажется лечиться, тогда вам придется думать, что с этим делать. Потому что человек отказывается решать свою проблему, в каком-то смысле и вашу. И вот дальше вы уже тогда принимаете решение. Но терпеть какое-то состояние больного человека можно, если есть перспектива, если вы понимаете, что или вы с ним разойдетесь завтра, или завтра вылечится. А когда вы не расходитесь, и он не лечится, то это обычная история про терпение, про ущербные отношения и опять привет неврозу. Привет. Михаил, в общем, приглядитесь в перспективу. Пишет нам Наталья. Добрый день, Екатерина и Михаил. Вопрос про неуверенность моего ребенка. Сыну 7 лет, боится неудач. Перед новыми задачами, которые, кажется, ему сложными, опускает руки. У меня ничего не получится, говорит. Портится настроение. Бросает дело при небольшой даже ошибке. Попробуй. Не страшно, если не получится. Если нужно будет, поможем. С нашей поддержкой делает, получается, и сам прыгает от радости. Что делать с этой неуверенностью в своих силах, и как нам, родителям, себя вести с сыном? У нас две минутки. Да, Наталья описывает как раз классическую тревожность детскую. Эту тревогу приводит к перфекционизму. Перфекционизм интересен тем, что ребенок может быть круглым отличником и кончить школу с золотой медалью, но он при этом не умеет и не будет делать то, что он не знает. То есть какой-то новый материал, как сказала Катя, и как новые люди незнакомые, так вот, работа непонятная. Он сразу боится, что для него не получится, и сразу на всякий случай за нее не берется. И в конце концов, не умея проигрывать, он, конечно, очень объединяет свою жизнь, но и плюс тревога растет. Поэтому первое, что вы должны сделать, никак не реагировать на его плохие отметки. Ну, два-два. Ну, хочешь, давай разберемся, получил двойку и справил. То есть не... Ой, ты что? Как ты мог? Ты что, дурак, что ли? Вот этого не надо. То есть стараться меньше оценивать его действия. Как бы и не сильно хвалить, и совсем не ругать. Ну, ты получил пятерку, молодец, ты же очень много работал над этим. Ну, и поэтому заслуженные пятеркой. Он должен уйти от оценки того, что он делает вообще. То есть родители, на которых он ориентирует, они должны завязывать с оценкой. А второе, это у вас кто-то в семье тревожный, или какой-то у вас тревожный фон, и зачем он всем что-то боится. И с этим надо разобраться. Может, опека большая? Может быть, опека, может быть, проблемы между мамой и папой, я не знаю. Может быть, сама мама тревожная, такое тоже бывает. Вот. И понятно, что то, чего описывать, это, собственно, есть проявление тревожности, в частности, у ребенка. Ну, и последний на сегодня. Миша, опять же, твой тезка. Здравствуйте. Такой вопрос. Мне кажется, постоянно как бы фоном чувствую неуверенность в себе. Особенно это чувство обостряется после того, как я, как мне кажется, оказываюсь не на высоте в чем-либо. Что делать? Ну, то есть такой фончик у человека, неуверенный. Неуверенный. Неуверенный фончик, но с обострениями. Ну, так как наше время подходит к концу, друзья мои, конечно, мы не можем на все вопросы ответить. Перестаньте думать о том, как вы воспринимаетесь с другими людьми. Перестаньте быть зависимыми от мнения других людей. Перестаньте смотреть на себя глазами других людей. Спрашивать других людей, как вы выглядите и так далее, что они о вас думают. Смотрите на себя, смотрите в свою тарелку. Не сравнивайте себя ни с кем. Компания. Продолжение следует.